Братья и сестры, бывает у нас дети для славы Божьей рождаются трудными. Несколько примеров приведу. Когда мой папа родился, вот он потом вспоминал, что в день моего рождения моим родителям объявили, что у вас родился слепой ребенок. И ваш ребенок никогда не будет видеть. И ему об этом рассказала мама, когда ему исполнилось 30 лет. И она говорит, твой папа, Иван Михайлович Хорев, взял тебя на руки и сказал, Господи, благодарю тебя за этого сына. А у них там две дочери уже было, а сын был первый. Благодарим тебя за этого сына, что он родился слепым для славы Твоей. И мама говорит, я первый раз в жизни не сказала аминь на его молитву. Как такое может быть? Для славы Твоей родился слепым. Я говорю, сегодня, 30 лет спустя, мне очень стыдно, что я, говорит, на молитву Твоего отца не сказала аминь. Я вижу, как Бог вот этот недуг Твой слабое зрение использует для своей славы. Да, врачи ошиблись, что он слепым совершенно родился. Мой папа одним глазом совершенно не видел, а вторым глазом всю жизнь видел только 10%. Всю оставшуюся жизнь прожил 80 лет со зрением 10% на один глаз. Но за счет того, что у него была инвалидность, он имел право не работать. А когда началось служение инициативной группы в 61-м году, неработающих служителей не было, потому что было закон о тунеядстве, 3 года тюрьмы, если ты 3 месяца не работаешь. А он, как инвалид по зрению, имел право разъезжать по всему Советскому Союзу, не работать, посещать церкви, разные регионы, разные республики. И это было не уголовно наказуемым преступлением. Господь использовал этот недуг для своей славы. В тюрьмах он имел право не работать. Вторая группа инвалидности по зрению освобождалась от работы. И он сам просил для себя работу. И мне один заключенный рассказывал, который уверовал от него в зоне, и говорит, я, говорит, наблюдал, как твой отец плетет сетки для картофеля. Говорит, он имел право не работать, от него никто не требовал нормы сеток. Но он плел сетки, чтобы в конце рабочего дня раздать сетки тем заключенным, кто не справлялся с нормой. Кому-то одну сетку добавит, кому две, кому три. И просто раздавал их в конце дня заключенным-бедолагам, которые не справлялись с нормой. И он таким образом приобретал сердца заключенных, и они открыты были для восприятия Слова Божия. То есть добродетель. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог!